Начнем со сводки ДТП. В Улан-Удэ пьяная девушка без прав ехала в отца хозяина автошколы, в которой сама и учится. Ее экзамен должен был пройти 3 января, однако на него она не пришла. В результате ДТП никто не пострадал, а вот когда теперь ей удастся сдать экзамен – большой вопрос. В Улан-Удэ на улице Трубачеева сбили женщину с ребенком. Водитель сразу скрылся с места ДТП и открутил номера. Машину вскоре нашли по значку на бампере. Водитель с автомобиля пояснил, что после наезда на людей спугался и уехал с места ДТП, прибывший на ряд ДПС обнаружил снятые номерные знаки в багажнике автомобиля. Задержанный, ранее судимый, 28-летний житель Заиграевского района. Женщину с ребенком доставили в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Еще одно ДТП произошло вчера вечером в Хоринском районе. Машина улетела в кювет и застряла в снегу. Люди едва не замерзли. Их спасли автоинспекторы, которые проезжали мимо. Жителей Улан-Удэ ждет массовое отключение света. Об этом сообщили в ПАО «Россети Сибирь». Сотрудники проведут плановые работы по ремонту оборудования. Электричество будут отключать поэтапно с 15 по 19 января. Со списком адресов, попадающих под отключение, можно ознакомиться на сайте «Россети Сибирь». В сады и школы Бурятии поставляли мясо с антибиотиками. Нарушения вывели во время лабораторных испытаний. Сотрудники Россельхознадзора взяли 48 проб. В трех из них результат не соответствовал требованиям. Так, в говядине производства ООО «Закаменский мясокомбинат» установлено содержание антибиотиков группы «Амфиниколов». В пробе говядины производителя ООО «Долинские колбасы» выявлено остаточное содержание антибиотиков тетрациклиновой группы. Кроме того, сотрудники проверили ветеринарную документацию 170 поставщиков продукции. У 19 выявили нарушения. В Улан-Удэ пройдет флэш-моб в национальных костюмах. Театр бурятской драмы приглашает всех желающих присоединиться к нему. Сбор 3 февраля в 14.00 на площади Советов около Большой Ёлки. Горожане пройдут по улице Ленина вниз до площади Революции в Дегеллах. Там будет организован небольшой концерт. Возрастное ограничение 0+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова